ребята всем доброе доброе утро и доброе утро у нас сегодня влог начинается из машины на улице уже писать не вариант там просто ничего не слышно такой ветер просто знаете вот ветер 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 и потом хабах какой-то порыв такой знаете сильный примут вышибающий потом опять ветер 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 опять хоп какой-то такой прям порыв сильнющего не знаю давай поехали мы едем сейчас погулять центр на 30 лет победы у нас вроде дождь идет погода непонятно идет уйдет и не идет ветер но и все равно решили дом сегодня сидеть а поехать погулять но если что развернемся на машине и поедем обратно домой но если уж на такой крайний случай если все как бы будет печально очень-то и часы в этот как его зайдем вкусные . попьем кофе посмотрим вот сувениры тоже там можно посмотреть интересно пройти как-то здесь не можем никак найти мы не знаем честно сказать что будем покупать а так узнаете на что глаз упадет будет в общем-то это знаете так вот посмотреть посвать о а точно вот это вот можно вот так вот это как обычно так делается да поэтому найти не можем принеси то и не знаю чего да иди туда не знаю куда возьми то не знаешь она уже потихоньку готовится к отъезду подумать что нужно купить с собой в дорогу покушать вот очень пригождается конечно видео что я до этого когда мы ехали сюда в анапу снимала посмотреть что там было что небо чтобы брали что не брали очень удобно ты шираки уже не нужны по моему картофель у нас тоже есть это быстрого приготовления как бы вы особо не ели что у нас это все осталось потом сахар там все это есть вот это то что я собираюсь сахар эти пакетики из разных фастфудов тоже остались у нас единственное что подумать что покушать потому что мы едем значит до ростова до меридианы юга вот может быть как-то попробовать знаете что заморозить какие-нибудь сосиски макароны либо картошку с курицей и потом там микроволновка есть там к сожалению нету плиты можно было конечно приготовить микроволновка есть можно разогреть я думаю что с холодогенами это все быстро довести успеем ничего там не испортится в дороге из бутербродов наверное возьмем как обычно либо кайфси шеф-бургеры с любимой либо вкусные . вкусные . сашкин нравится потому что они такие плоские на эти чизбургер либо гамбургер они маленькие они в руках не рассыпаются вот это вот вместо бутербродов с колбасой может давно так ездим берем в поезд если вы нас смотрите то есть тоже все время брали и в машину тоже и очень удобно вот и сытно получается но кто-то может быть колбаски любит я уже давно заменила коротко о нашей погоде то что мы едем видите как пасмурно на улице достаточно вон деревья гнутся если вы успеваете посмотреть пока дима рулит за рулем так вот люди ходят в кофточках в таких вот легких ветровку в куртках новый формат у нас видео зато тихо зато ничего не шумит так вот хотя бы вам расскажу покажу тут вообще от нас до 30 лет победы но относительно недалеко общей на машине вообще шикарно 10 минут у нас будет опять тепло до 29 градусов обещают вот может быть удастся нам съездить на пионерский проспект позагорать полежать немножечко на песочке хотелось бы это нужно знаете чтобы тепло и ветра не было потому что если солнце будет а ветер будет там на песке не вариант ветра на лежать может полежали один раз я еле отмылась от песка эти деревья желтые вот и как бы мы не говорили да что в анапе приходит осень немножко позже чем у нас но все равно деревья ты не обмануть они вот смотрите желтеют в любом случае чувствует наступление так и здесь как и здесь так и вот в москве конечно вот смотрите вечно зеленые наверно будут стоять этот красота вот это мне очень нравится красиво когда тут вот это вот все закрыто макушки даже закрывают не просто аликона просто узнаете как арка идет из деревьев даже смотрится красиво а они закрывают а они закрывают и дорогу вот дорожки очень люблю и летом и осенью тут тоже красивее мы приехали ребята надеюсь меня хорошо слышно вроде ветер сейчас не сильный на улице относительно кстати тепло можно не одевать кофты на 3 шумят деревья тут церквушка полоса натория губань музей горгипи слева до музей горгипи это море мы его просто обошли с другой стороны пошли мы пришли вкусная дочка заказали кофе и сашульки еще вишневый пирожок ну что все теперь скопин погуляется намного лучше ой как тепло пирожочек сейчас поможем и не понимала людей которые когда мы в москве гуляли в парке все время кофе пьют а теперь я сама люблю купить мы диминам родителям когда-то в свое время на новый год дарили капсульную кафе-машину на эспрессо конечно не бюджетно получается но тогда не было разных аналогов взамен сейчас-то больше вот этих вот капсул можно купить вот горячие да и мне кажется кофе там получается гораздо вкуснее чем вот у нас есть кофе-машина зерновая у нас есть кофе-машина которая не зерновая вот знаете вот такая при прессом придавливается как она капсульный данный золотой кофе-машина то есть у нас и такая есть и такая и вы знаете мне кажется что все-таки в капсульный кофе получается намного вкуснее хотя опять же не бюджетный такой вариант я что-то как-то думаю может быть это маленькую капсульную кофе-машину купить хотя мы вот за цикорий больше люди купаются наличь куда море полоса доходили волны шторм солнышко она и тины нету и волн сегодня поменьше решили походить по этим магазинам пойдем смотреть маленькие сувениры просто ходим заходим смотрим чашки и кружки все одно и то же утром и цена пайки кружечки продаются чашечки такие такие у нас разыгралась погода днем и ветер немножечко утих эти солнышко за что мне нравится она по за то что всегда будет солнце не бывает у них вот целый день по не бывает у них вот так вот чтобы целый день вот было узнаете с пасмурно затянуто будет выглядывать солнышко потом выйдет солнце в общем солнце есть всегда сашулька вам показывает машинки которые мы купили ей еще за 35 рублей зашли тоже в мини прайс магазин и вижу-вижу до передачи либо фильм смотри куда это вошли прямо в русские ворота да и снимает их ну куда зайдем там служба идет куда-то зайдешь я не знаю может и с чем-то видишь молебен на восстановление мира в украине в поддержку российских воинов участвующих специальной военной операции каждую пятницу 12 часов часов часовни во всех святых помидорах понятно вы перекрестись помолись мира до восстановление мира какие молодцы вот открыли пойдемте сюда бачок листвуя уже нападала молодец так а мы обратно движемся по своей дорожке туда шли по ней и обратно по ней мимо санатория мотылек и мимо горгипя все уже цветочки никто не поливает уже все засохли это очень интересно тоже я все время думаю что это елочка а тут такие вот прям листики а как хвойные да с виду так издалека как будто елка стоит на улице как погода так действительно разгулялась где мы говорим что можно было бы шорты надевать а там он экскурсию проводят горгипия музей рассказывает все мы уже дошли до санатория кубань поехали домой отлично прогулялись хоть что-то докупили уже радует начало положено но мы много тоже купать здесь не будем потому что на самом деле в общем-то нечего покупать вот так все символически магнитик, чай многие из вас еще советовали варенье из шишек я кстати нашла варенье из шишек вот наверное куплю по вашему совету на подарок и себе возьмем а вот варенье из баклажан как вы писали из кавказских минеральных вод когда вы привозили я не нашла здесь варенье из баклажан я спрашивала они говорят не мы не делаем вот может быть где-то в каких-то таких магазинах которые именно вот какие-то продукты типа посвящены кавказу армянские то может быть там что-то продается но пока я не нашла так ребята у нас уже вечереет вы думали мы идем мы опять идем в мир индейки вчера вечером не было сегодня с надеждой что сегодня вечером будет что-то дубль два ну не получается у нас утром ходить утром у нас другие дела заботы мы утром гуляем подожди Сашуль сейчас папа выбросит и мы пойдем смотрите какой мне дима брелочек подарил пепси кола такой прикольный маленькая пепси там еще фанта была спрайт так как я люблю пепси теперь у меня на ключах брелок он сегодня гулять ходил дошел до нашего спуска 300 ступеней и пошел к 40 лет победы победе да там прогулялся и вернулся домой пока Сашулька дома была там сегодня волны такие сильные были там сегодня на этих на скайсерфер скайсерфер катались один наш подлетел я не знаю наверное метров на 10 вверх просто у меня видео на телефоне я записал может ставить два два а Еще хотела вам сказать, может быть, тоже кто-то заинтересуется, как мы. Мы хотели же купить варенье из шишек, которые нам посоветовали. А, может быть, ну да. Про варенье из шишек. Вот, что сегодняшнему я рассказывала, что мы нашли, что мы купим. Я зашла тут грешным делом на Балтберрес. И вы знаете, сколько там варенья из этих шишек. И цена намного ниже, чем продают здесь на рынках. Поэтому, возможно, мы купим, знаете как, на Москву закажем, когда уже приедем, чтобы не тащить в машине и не везти. И просто приложим там к подаркам. Тоже будет как. Потому что там цена гораздо-гораздо ниже. А тут, знаете, такие местные производства, непонятные, ноунейм. Там просто банка без каких-то либо там этикеток. Так, еще мы хотели сказать... О Валдберресе там есть этикетка. Еще хотел людей просто предостеречь. Один раз мы с Леной купили мед здесь. Да. Ну, тоже вот такие... С орешками. С орешками в развалах. Да, там написано было, что орешки-то миндаль. Оказалось, что это не миндаль. Когда мы начали уже кушать, оказалось, что это из косточки этого, как его, абрикоса. Вот этот вот орех, вот этот вот не вкусный. И мы два года подряд привозили людям вот это вот, я не знаю. Мы просто сами себе оставили, попробовали и вообще просто выплюнули, обплевались. Думаем, господи, это вообще просто... Да, ну мед, конечно, мы съели, но вот эти вот орехи, мы их все выбрасывали. А там много вот этого миндаля, еще думаю, что так богато положено. Да, там были разные орешки, но в основном вот этот вот миндаль. Ну, мы думаем, не наш миндаль, и в итоге оказался это не миндаль, а вот эти вот косточки. А цена за них, вот за эти баночки, просто бешеная. Пусть проще мед купить без орехов. А или, например, отдельно орехи, отдельно мед купить. Да, самому. Да, и самому все это насунуло. Вот пришли в табрис. Посмотрите, какой тут робот ездит. Пойду за копей, а то мои батарейки почти на болез. Что, сейчас, подождите, подожди, подожди, подожди. Я хотел тебя снять с другой стороны. Посмотрите, какой приколистый. И глазки у нее есть. А, видишь, поворачивает. После работы возьму кусочек пиццы и буду смотреть сериалы. Вот так вот. Сериалы будут смотреть. Вот надо какой домой-то, чтобы еду развозил, да? Да, ну тоже сенсорная, видимо, это. Пойдем посмотрим. Мы хотели тут посмотреть варенье и шишек. О, ванна. Класс. Спа. Спа табрис. Смотрите, можете взять даже. Готовим. Стабрис. Деток сала. Рецепт. Рыба. Панировки и страв. Сала. Это рецепт. Пирог с палентой, инжиром и яблоками. С рецептом. Необычно вкусная книжка рецептов. Понятно. Видите, тут вот на таких вот зажимах получается 179 рублей. Покупайте и тут уже можно вот вставить, тут дырочки есть по бокам. Свинки там поставили. Можно я вас сниму, я? Я свинку. Ребят, сейчас вам свинку сниму. Вот она у нас есть, поставили. Такая прикольная, ну, стоят такие и даже ушки нарисованы. Пятачок такой. Пятачок прикольный. Пятачок. И копытки прикольные. Вот маме отдаю камеру. У нас уже вечер, полвосьмого. Везер еще сильнее стал. Хотя уже вроде должен утихать. Здесь автобусы прям битком едут набитыми. Видимо, развозят людей уже по домам. Окончание рабочего дня. Все у нас тут так красиво подсвечивает. Я иду, Дима, говорю, что-то наш дом не горит. А я забыла, что это второй ветер делает. Наш домик там на подсветке. Южный квартал. Красиво. Все в огоньках. Кстати, удалось нам купить мясо. Все нормально. Не знаю. Все этот раз вечером было в достатке. Нормально. Почему-то вчера вообще не было. Сказали, все-все разобрали. Видите, как день на день не приходится. Сегодня было много. Выбор большой. Вот поэтому мы сейчас идем из магазина. Зашли еще магнит. Еще, кстати, вот в тандыре взяли летеж. Мы уже вышли на свою дорожку. Перешли все дороги, проезжие. Уже идем по своим. Подсвечиваем на императорский парк. Или как тут? Восфорский бульвар он называется. Императорский парк еще не делали. Не высадили. Так что, в общем, тут вот кусочек вам вечерняя напа. Будем на сегодня тогда, ребята, с вами прощаться. Спасибо вам, что провели еще один денечек с нами. До скорых встреч. Всем пока-пока. Всем пока-пока. Всем пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok